Утро дня выборов в самоуправлении Латвии знаменовало себя не только началом лета и хорошей погодой, но и, несмотря на опасения многих, достаточно высокой явкой избирателей. Так, уже в первый час работы участка в стране проголосовало 1,31% всех имеющих право голоса, что даже больше, чем было 4 года назад. Чего не скажешь и столица. Например, на избирательном участке номер 142, что в самом центре Риги, в Доме Конгресса, где всегда с самого начала стояли очереди, проголосовало лишь два человека. То ли местные жители отдали свой долг заранее, то ли решили хорошенько выспаться. Одним из первых к 8 утра сюда пришел кандидат на постстоличного городначальника от партии «Зеленых» Гунтис Белевич. Как избиратель мне было все понятно. И я считаю, что у нас в Латвии все эти выборы, которые я помню, они великолепно организованы. И у нас никогда не было споров, даже писка со стороны проигравших, что может быть что-то было не так. Будут ли пищать или рычать проигравшие, покажет день завтрашний. Что же до споров, вернее, пока что нарушений. Сегодня снова, как и в дни досрочного голосования, были отмечены неполные комплекты бюллетеней на некоторых участках. Заметившие их имели возможность не только пожаловаться, но и получить новый набор. В интернете разгорелся спор о том, можно ли было в дни досрочного голосования разрешать агитацию. По закону, День тишины объявлялся только за сутки до начала выборов. А значит, в минувшие среду и четверг люди шли на участки в возможном и легитимном сопровождении политической рекламы. Во время голосования ни на участке, ни ближе 50 метров не должно быть агитации. До этого времени люди ходят, агитируют и после. Тут я не вижу большой проблемы. Если это кого-то волнует, извините, тут больше тогда уже надо комментировать эти комментарии. Потому что, видимо, люди не совсем понимают общую картину, приоритеты, право обеспечения и возможности. К полудню общая активность избирателей составила более 16% или почти 242 тысячи человек. Всего же избирательным правом в стране обладает почти полтора миллиона граждан как Латвии, так и иностранцев, внесенных в регистр жителей. Именно им и предстоит избрать в общей сложности 1618 депутатов самоуправления. Еще одному кандидату на постмары латвийской столицы Байби Броке, чтобы попасть все в тот же Дом Конгрессов, пришлось лавировать между баскетболистами. На площади перед зданием по случаю Дня защиты детей установили спортивную площадку. Но игры никак не повлияли на политику. Выбор был сделан и бюллетень опущен в урну. Конечно, мы хотим победить. Последние шесть месяцев мы всей командой упорно работали, встречались с рижанами, узнавали их желания и нужды. Мы не делаем акцент на национальном вопросе. В нашей программе много всего, что нужно всем людям, независимо от их национальной принадлежности. Однако мы хотим, чтобы все люди, которые работают в этой стране, знали, понимали наш язык и соблюдали традиции. Одной из главных проблем нынешнего плебисцита стало массовое незнание избирателями собственных участков. Памятая о том, что на парламентских выборах можно голосовать где угодно и сегодня исполнить свой гражданский долг, люди приходили зачастую не по указанному в приглашении адресу, а туда, где было ближе. Из-за этого возникали очереди, а членам избиркомов приходилось спешно узнавать, куда же все-таки следует заплутавшим отнести свой голос. К слову, действующий мэр Регини Лушаков нашел свой участок без проблем. Отстояв 15-минутную очередь под прицелом фото и телекамер, Лушаков проголосовал, а после встретился с журналистами и затронул он и проблемную тему. Это специфика муниципальных выборов, что ты можешь голосовать только в том самоуправлении, где ты задекларирован и, соответственно, только на том участке, где ты задекларирован. Пока нет надежной электронной базы данных, эта система останется. То есть людям какое-то время надо проводить в очереди. Нет других технических решений. Электронную систему голосования вести не проблема. Проблема в том, насколько она будет безопасна и надежна. Поэтому по старинке все-таки она правильная пока. 16.00 проголосовало уже более 35% имеющих право голоса. И ошибки с местом волеизъявления касались прежде всего молодых людей. А вот избиратели со стажем все находили без проблем. Ведь пришло же предупреждение заранее, уже за два месяца пришла бумага. Я знал свой номер, какой, ну, по списку, да. И сразу же мне определили, вот, идти к тому столику. И там быстренько нашли, и все. Все было понятно. Я слушала все передачи о голосовании, поэтому мне голосовать было легко. Больше всех от графика, который был предоставлен журналистам, отклонилась с армитой Эльерты. И хотя и избирательный участок находился в старом городе, а пробок на подходе к нему не наблюдалось, ждать этого кандидата пришлось более 20 минут. В кабинке для голосования госпожа Эльерты также провела немало времени, видимо, тщательно расставляя плюсики своим очень хорошим коллегам, как она отметила позже. И тут же рассказала о своих первых шагах в случае победы. «Необходимо предпринять такие шаги, чтобы в Рижской думе не было коррупции. А во-вторых, мы должны думать о развитии, инвестициях и рабочих местах». Избирательные участки по всей Латвии завершат свою работу ровно в 22 часа. После этого начнется подсчет голосов. В этом году почти на 600 участках членам комиссии будет помогать электроника. С ее помощью быстрее и точнее можно будет определить принадлежность бюллетеня к конкретному участку и партии, а также зафиксировать все плюсы и вычеркивания. Впрочем, участие человека при подсчете никто не отменял. Первые достаточно полные результаты будут опубликованы после 2-3 часов ночи.